Домбра Изготовление домбры у Рухановых бизнес семейный. Глава семьи Омар уже 40 лет занимается производством этого музыкального инструмента. Процесс создания инструмента очень трудоемкий и требует от мастеров большого усердия и точности. Главное в этом деле – соблюсти все пропорции. Мерки снимает Омар. Это один из самых ответственных этапов. Для будущей Домбры используется бук. Важно, чтобы дерево было хорошо просушено. После того, как вырезаны необходимые куски дерева, мастер выравнивает детали на фуговальной машине. С помощью циркулярной машины Омар режет дерево на 6 тонких лент. Они будут составлять основу корпуса. Их длина должна быть 50 см, ширина 6 см, а высота 2,5 см. Гриф изготавливает Даурен, один из сыновей мастера. В работе также используется бук. Для того, чтобы деталь получилась крепкой, мастер добавляет прошилку из красного клёна. Это дополнительная деталь – бабышка. Она необходима для того, чтобы скрепить корпус с грифом. На схватывание материалов уходит около трех часов. Даурен дорабатывает шип, который также является соединительной частью. Обратите внимание, он должен быть треугольной формы. Следующий этап – формирование корпуса Домбры – шанак. Предварительно смоченным деталям мастер придает округлую форму. По шаблону мастер собирает детали воедино, придает овальную форму корпусу. В нижней части корпуса устанавливается клетч. Он необходим для того, чтобы придать прочность пуговице, к которой будут прикреплены струны. После того, как все детали собраны, их необходимо закрепить и оставить сушиться на три часа. Тем временем Даурен с помощью электроинструмента изготавливает следующую деталь. Она будет прикреплена к грифу. На ней будут установлены ушки для регулирования струн. Следующий этап – установка Деки Домбры. Это крышка корпуса. Посредством вибрации она воспринимает звуки струн, усиливает их звучание и придает определенную окраску звучания инструмента. Одним словом – тембр. Для красивого тембра мастер использует в своих работах только ель, пихтук и кедр. После того, как все детали закреплены, мастер покрывает музыкальный инструмент лаком. Установка порожков. Они разъединяют плоды на Домбре. Струны сделаны из обычного нейлона или капрона. У каждого свои предпочтения. В завершении устанавливаем кобылку на струн. Кстати, форму мастер использует разную. Это также зависит от предпочтений музыканта. Она влияет на силу, звонкость и тембр звучания. Посмотрите, а здесь – маленькие копии музыкального инструмента. Чаще всего их используют в качестве сувениров. Стеклянные банки, бутылки, ковшики. Одним словом, стеклотара. Завод по производству и переработке стекла находится в Алматы. А знаете ли вы, из чего изготовлено казахстанское стекло? Подробнее об этом смотрите в следующем выпуске программы «Как это сделано в Казахстане». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok